Игорь Дадон напомнил, что Майя Санду, когда ей нужна была поддержка русскоязычного электората, произносила красноречивые речи на русском языке и обещала межнациональный мир. Получив желаемое и став президентом, Санду отказалась от своих обещаний. Я хочу напомнить, что атака на русский язык началась еще при Майе Сандю, когда она была министром образования, когда она вышла с инициативой, поменяла в 2014 году кодекс образования и убрала русский язык как обязательный предмет в школьной программе. Вы помните красивые слова избирательной кампании, когда кто-то обещал, нынешний президент, что она будет, я говорила на русском языке впервые за многие годы. Где все эти обещания? Забыли про все? Я знаю, что часть русскоязычных поверил. И что? Те, которые обещали защищать ваши права. Где они сейчас? Сели в теплых креслах, им до лампочки все, что происходит в нашей стране. Игорь Дадон заявил, что ПСРМ будет защищать статус русского языка и зарегистрирует сегодня новую законодательную инициативу о функционировании языков в Молдове. Он уточнил, что социалисты будут настаивать на рассмотрении законопроекта на первом заседании парламента. Игорь Дадон подчеркнул, что официальным языком Молдовы является молдавский язык, добавив, что все население должно его знать и понимать. Но для этого государство должно обеспечить всем изучение государственного языка на бесплатной основе. Председатель ПСРМ напомнил, что обеспечение государством изучение молдавского языка было предусмотрено в законе, который был отменен судьями Конституционного суда. Пятый президент Молдовы констатировал, что это решение КС будет иметь очень серьезные последствия и не исключил проведение протестов по этому поводу в большинстве городов страны уже на следующей неделе.